Подвела итоги новогодних каникул и госавтоинспекция в ведомстве составилась пресс-конференция. Каковы итоги проведенных праздников и как они отразились на дорожной ситуации в Твериобласти, расскажем в сюжете далее. Общее количество ДТП с пострадавшими в новогодние праздники возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. В некоторые дни были всплески аварийности. Причина, как это ни парадоксально, неожиданно выпавший зимой снег. 4 января мы более 10 ДТП зарегистрировали с пострадавшими. Это было связано именно с выпадением снега. Водители были готовы морально к тому, что снег выпадет, потому что Новый год на дворе. Но его не было. Он выпал и, соответственно, 12 ДТП произошло с пострадавшими там, где у нас водители подскользнулись. В переносном смысле, потому что дороги в принципе были проезжаемы, они вовремя обрабатывались. Но, однако, не всегда водитель смог правильно отреагировать на сложившуюся дорожную обстановку. Одна из самых серьезных аварий в новогоднем празднике произошла в Калининском районе на автодороге Тверь-Бежицк. Мы предполагаем, что было в два раза превышение допустимой скорости движения практически вне населенного пункта. В результате этого ДТП погиб человек. Это было единственное лобовое, скажем так, столкновение на региональных дорогах. Это именно тот бич, который в прошлые годы нам приносил наибольшее количество и ДТП, и наибольшую тяжесть последствий. Итоги новогодних каникул неутешительные. 41 ДТП, 4 погибших и 52 раненых. Но в ГИБДД констатировали приятный факт. В праздничные дни существенно снизилось количество водителей, которые управляют авто в нетрезвом состоянии. В ходе рейда контроль трезвости, который проводили сотрудники ведомства, было поймано только 4 автомобилиста, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. А ДТП с их участием не было зафиксировано вовсе.